Всем привет! С вами вновь рыбалка с Жориком. И вот уже который раз с Марком выбираемся сюда на водохранилище половить щуку на жерлице. Это уже третий раз, когда мы сюда приезжаем, чтобы попытать свою удачу. Первый раз у нас был относительно неплохой. Были поклевки, были размотки, флажки загорались. Но, к сожалению, щуку поймать нам не удавалось. Прошлая рыбалка была вообще безрезультативной. Пришлось много времени потратить на поимку живца. По всей видимости, мы опоздали на пик выхода щуки. Поэтому ни одной размотки и ни одного флажка загоревшегося мы в тот день не увидели. И вот сегодня, это третий раз, когда мы сюда приехали, и наконец-то нам улыбнулась удача. Поставить. Я хотел тут поставить? Ладно, поставлю. Что? Ну, ставь. Я чуть дальше поставлю. Дальше ты где? Там. У меня размотка же тут была где-то, да? Ага. Ну как? Нормальный лёд? Ну, ещё много слоя снега. Выбираю хорошенький, у средненького. Такая небольшая плотвичка. Лёд уберём рукой. Такой вот плохой ход. Потепление, много снега, всё тает. Где-то держит выше на снегу, где-то снег по колено. Ну, в общем, вот такие дела. Дошли, продышались. Сейчас будем ставить жерлицы и ловить щуку. Ну, подобрался я здесь место такое. Видно, много снега. Ещё под снегом слой такого промёрзшего снега. Сегодня у нас хотя бы проблем с живцом не было. Достаточно быстро его наловили. Так. Живец не крупный, соответственно, крючки тоже не совсем большие. Я стараюсь вот здесь под плавничок совсем чуть-чуть, чтобы не пробить ей позвоночник. Получается так, через мясо, и плавник держит за кость. То есть она никуда не уходит. И остаётся долго живой. Сейчас у нас плюс один, даже ноль, поэтому замерзать ломкой не будет. Вот, в принципе, и всё. Сейчас будем ставить вторую. Я думаю, вторую чуть-чуть поставим поглубже, потому что, мало ли, щука может быть на мели где-то, может быть на глубине. Сейчас всё-таки февраль месяц. Как лёд? Лёд хороший. Конечно, чувствую, сегодня мы по такому снегу надвигаемся. Уже дошли до сюда, уже так дышится. Ну, как и прошлую, вот так же прокалываю здесь под плавничок. Совсем слегка. То есть, чтобы не проткнуть позвоночник, получается вот здесь вот под плавник, под косточку. Совсем еле-еле. И рыбка живая. И, кстати, все предыдущие рыбалки показывают, что, когда уходишь с матовой жерлицы, рыбки очень активные, живые. То есть, ни одна рыбка не погибла. То есть, у неё остаётся шанс, весь щука её не съест, остаётся шанс ещё жить дальше. Раз, два, три. Где-то буквально 30-40 сантиметров от одна должна рыбка быть, чтобы не сильно в траве, не сильно где-то в толще воды, чтобы щука за ней не гонялась. Потому что щука всё-таки не активная сейчас, но не особо любит гоняться за рыбкой. Ей хочется прийти, взять добычу и насытиться. Поставили по две жерлички. Сейчас будем искать окуня, бегать с ликушечками там, с волосниречками. Вот это же все. Этого жерлица вообще не расправилась. Я чувствую, что не там оставили сегодня. Так перейдем сейчас туда, в той траве. Не, понимаем, ну просто как? Можешь я ошибаюсь? Отсутствие поклевок с каждым разом сокращало надежду на поимку полосатого, а плохой ход и достаточно толстый лед и вовсе убили желание искать окуня в этот день. Так как в запасе было еще много живца, мы решили сосредоточиться на щуке. Поменяли локацию, установили еще по одной жерлице и результат не заставил себя долго ждать. Фух, друзья, сработка есть, сейчас бежал и вставлял другие жерлицы. Фух, тяжело по снегу, не знаю, полоса это или нет. Крутит, 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 крутит. Так, остановилось. Остановилось. Чуть-чуть было. Во! Вот она. Есть шнурочек. Ну приятно, маленькая, но приятно. Крутит. Да, друзья, есть шнурочек. Грамм 700-800. Есть рыбка. Я же сказал, в 12 будет клев, 12.05. Так, пасть закрыл и не отдает. Вот, друзья, есть шнурок. Вот такой, небольшой, но есть. Это хорошо, значит, рыбка сегодня присутствует. И вот она первая щучка на жерлицу в этом сезоне. Фух. Бежал метров 150, наверное, сейчас сюда, по снегу. Прям очень тяжело. Где-то по колено там еще вода, каша. Фух. Сейчас его освободим и выпустим. И будем ставить новые. Шуметь тут нельзя сильно. Вот, в общем, отпускаем. Сейчас. Все, побежала. Пошла разная. Пошла. Впечатления отличные. Первая рыбка 2022. Сегодня плюс градус на улице. Снег идет, сразу тает. Честно сказать, тяжеловато двигаться по такому снегу. Особенно с непривычки. Ну вот, допустим, в этих местах переставил жерлицу. И буквально, ну вот, наверное, минут через 30 первая поклевка случилась. То есть, можно подвести итог того, что нужно искать щуку тоже. Как и летом со спиннингом, так же и зимой с жерлицами. Прекрасная погода сегодня, на самом деле. Самое главное, это надышаться свежим воздухом, нагуляться. И приехать домой с приятной усталостью. И ощущением, что этот день прожит не зря. У нас остановилось, да? Чуть-чуть мотает, мотает, мотает. Подходи потихоньку. Пробую. Есть. Шнурочек, да? Да. Тот же самый? Тот же самый? Тот же самый? Первая сработочка. 20-22. Щучка небольшая, но взяла уверенно. Смотрите, все три крючка за губу. В принципе, вторая у нас работка в этом месте. Значит, еще можно туда? Да, будем ставить, дальше смотреть. Две щучки за часик. Так. Сняли мы крючок, отпускаем ее. Пускай живет дальше. Все, пошла красотка. Ждем следующие. Ждем следующих выходов. Ну как, впечатления? Впечатления хорошие, адреналин. Первая щучка на жерлице в этом году. Так, что ставим дальше. Может быть, ударило просто и выбило. Дай, чтобы стой. Не, наверное, сбило. Сбило рыбку, скорее всего. Да. Ну, пробуй. Посмотрим. Посмотрим. Нет, пусто. Да, ну не разматывает, поэтому его видно. Ага. В траволе. Сейчас посмотрим по рыбке. Ну, каких-то порезов я сильно не вижу. Может, окунь. Да, просто окунь мог удалить. Давай, ставь дальше. Да. Вот так. Ну, все равно повеселее. Только поставили уже. То есть, как это в траву, потому что тут же глубоко, кстати. Ну, на дне-то трава. Ну да, но я же от дна-то поднял. Ну, так вот тебе она сбило и на грузное дно упало. А, ну да. Да, логично. Так, есть флажок загорелся. Но непонятно, мотает или нет. Ну, пробуй подсеки. Нет, мимо. А рыбка покоцанная? Странно. Ну, наверное, холостая. Ясненько. Холостая. Будем ждать дальше новых поклевок. Время уже ближится к вечеру, поэтому будем потихонечку собираться. Собирать жерлиточки. Отпускать наших живцов. Вот про что я и говорил в начале ролика. Что под плавник, то есть не перебиваешь позвоночник рыбки, она живая. И вот сейчас она спокойно пойдет дальше плавать. Восстановится. И, в принципе, если не попадется на зуб щуке, будет также дальше прекрасно жить. Сегодня день у нас получился достаточно хороший. Видели две щуки. Видели еще флажки у нас загорались. К сожалению, больше ничего не получилось поймать. Но удовольствие от сегодняшней рыбалки мы получили вдоволь, я уверен. Как и опыта. Немножко сегодня также экспериментировал с тем, какую глубину вымерять. И мне кажется, я сейчас нашел прям золотую середину для своих жерлиц по глубине. В общем, такая сегодня у нас рыбалка получилась. Подписывайтесь на канал. Ставьте плавники вверх. Обязательно оставляйте свои комментарии. Возможно, у вас есть какие-то свои секреты. А может быть, у вас есть что сказать мне. Может быть, что-то я неправильно делаю. Будет приятно и интересно их прочесть. До новых встреч. С вами был Жорик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok